Национальный проект «Безопасные качественные дороги. Путь к созданию комфортной среды. Успехи, вызовы, перспективы». Под таким названием 14 октября в Сочи прошла научно-практическая конференция Росавтодора. В мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, ГИБДД, а также субъекты Российской Федерации, в том числе и Тверская область. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тверском регионе проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия. Ведется ремонт региональных трасс и улиц города Твери. Всего за три года реализации нацпроекта отремонтировано 740 километров дорог. Одна из приоритетных задач, поставленных перед дорожниками государством, — обеспечение связанности территорий. Для этого на федеральном уровне сформирована опорная сеть. Она представлена дорогами федерального и регионального значения. Формирование опорной сети — это один из инструментов формирования каркаса дорожной инфраструктуры в масштабах нашей великой страны. Мы здесь исходим не только из подходов, связанных с федеральной сетью, основной региональной сетью. Мы говорим в первую очередь о востребованности для граждан, востребованности для перевозчиков этих направлений. В опорную сеть Тверской области вошли федеральные трассы М9, М10, М11, а также некоторые региональные дороги первого класса. Большая часть региональных объектов ремонта относится к опорной дорожной сети. Это дороги первого класса. Осташков, Сележарова, Ржев, Торжок, Осташков, Москва, Рига, Андреаполь, Пена, Хитина, Тверь, Рождественная, Первого мая, Ильинская, Дубна, Кимры, Горицын. За три года реализации нацпроекта на этих дорогах отремонтировано 355 километров. Причем три дороги уже приведены в нормативное состояние на всем протяжении. В этом году в регионе приступили к ремонту дорог второго и третьего классов. Именно такие дороги, соединяющие районные центры с сельскими поселениями и социальными объектами, по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, начали приводить в нормативное состояние в большем объеме. В частности, уже заключены контракты и начаты работы по ремонту дорог Спирово, Козлово, Осося, Ржев, Сухуша, Москва, Санкт-Петербург, Большие Борки, Нестерова, Черничина и подъезд к Дорожаево.